Прописать универсальный алгоритм, который позволит оптимизировать график движения автобусов и при этом равномерно распределить нагрузку на маршруты и уменьшить время ожидания общественного транспорта. Именно такую непростую задачу поставили организаторы Хакатона перед Филиппом Бурматовым и его командой. Ребята признаются, что для того, чтобы решить эту проблему, им пришлось провести за работой всю ночь. Спали прямо в кабинете всего несколько часов. Они понимают, что сейчас у них есть все шансы действительно сделать жизнь горожан лучше, поэтому об отдыхе пока даже и не думают. Наша группа состоит из сотрудников ядерного центра полностью. Мы представляем разные отделения, но являемся достаточно активными гражданами, поэтому собрались здесь решать насущную проблему для нашего города. Для решения кейса сотрудникам ядерного центра в НЕФ пришлось внимательно изучить все необходимые законодательные нормативы и акты и даже проехать на автобусе по всему городу, чтобы оценить загруженность общественного транспорта. Мы анализируем данные, которые сейчас получаем со служб городских, пытаемся выработать алгоритмы оптимизации и предложить те решения, которые в будущем помогут и жителям, и городской системе транспорта соединиться, так сказать, для блага города, для улучшения нашей транспортной ситуации. И меньше чем за сутки участникам удалось найти удачные решения, которые были одобрены экспертами Хакатона. Одним из таких стало предложение сделать так, чтобы в приложении можно было понять, во сколько на нужную остановку подъедет тот или иной автобус. Сейчас, если мы открываем по платформу Монсаров, там стоит только расписание. То есть автобус должен прибыть на остановку, например, в 12.52 по расписанию, а он еще даже в проекте не едет где-то близко, соответственно, люди получают ошибочные данные. Чтобы им удобнее было пользоваться, мы говорим, давайте делать динамично. То есть есть трекеры, GPS-трекеры у каждого автобуса, и можно спокойно привязать по времени, значит, и по расстоянию этот трекер, рассчитать ориентировочное время прибытия. Первое место в Хакатоне заняли студенты Саровского физтеха, которые разработали механизм оценки объема мусора. Второе место у сотрудников РФЦ в НИЭФ. Бронза досталась сборной ядерного центра и телефонной компании Сарова. Продолжение следует...